Перед началом игр короткое, но очень трогательное и эмоциональное собрание спортсменов и тренеров, ветеранов и просто друзей. Люди с теплотой вспоминают близкого им человека, который, к сожалению, ушел из жизни слишком рано. В этом году проведение турнира совместили с открытием именной доски Эдуарда Кшнякина. Сегодня необычный турнир. Сегодня мы установили памятную доску в честь этого известного общественного деятеля по спорту, который активно занимался с детьми на хоккейном поле, на футбольных полях, занимался легкой атлетикой, гиревым спортом, чемпион области по перетягиванию каната и вообще замечательный человек. В схватке за главный трофей турнира сошлись три взрослые и пять детских команд. Отличительная особенность соревнования в том, что на поле дружеская обстановка, естественно, сочетается с нешуточным спортивным азартом и специфическим футбольным задором. Естественно, в каждой возрастной категории разыгрывается свой трофей. 12 лет этому турниру. И вы знаете, мы не преследуем массовость, но тем не менее, всегда к нам стреляются новые команды. Приятно видеть на футбольном поле пять юношеских команд. За 12 лет яркое спортивное событие обросло множеством традиций. Например, вручение перед началом игр малышам сладких подарков. Конфеты ребятам с удовольствием передавал один из самых уважаемых гостей мероприятия, председатель организации ветеранов стратегических ракетчиков, генерал-майор Виктор Прокопеня. Кроме открытия памятной доски, общественники и ветераны высадили у стен стадиона в честь Эдуарда Кшнякина несколько новых деревьев. Возможно, это рождение еще одного связанного с турниром обычая. Сегодня живем вместе со своими детьми, с общественной палатой Одинцовского района. Посадили деревья, березки, облепиху, яблоньку, чтобы наши дети знали и помнили наших замечательных и достойных земляков. В непростой борьбе первое место среди взрослых коллективов заняла команда «Мебельщик», а у ребят кубок достался юным футболистам из горок вторых. Лучшим игроком среди взрослых был признан Андрей Мельник, а в молодежке – Ростислав Степанов. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».